приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадигм и мы сейчас будем обозревать сакуру это рождественского короче сакуру вот она у нас я ее даже не буду прокачивать вообще от слова вообще никак так значит смотрим где тут у нас сакура и что она у нас делает она сак сыт короче наш сакура сакура отцово сать так вода 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 и вода еще вода вот в принципе правильно размещены значит вот она где она пролазь в ивенте ну у меня есть даже на видео если вы сейчас это видите то есть я показывал как я ее беру то есть я снимал это все в принципе такие вот дела с ивентов берется с новогодних там всяких значит смотрим ее обилки значит крис мас 3 тай и нин промп то есть мгновенная тайнин это тоже хорошо сам ансак крис мас 3 вайл здесь крис мас 3 и зоны файл тилл и мечту аптур фор и нами юниц энд рэй комбо и это не может промазать десерт этими юнит вилса фарха и флот эндзе супер армавил суприсы ты юнг юзин тузера то есть фигачи четырех рандомных но именно того на кого мы указываем без возможности промахнуться я так понял это обилка она типа не промахивается но по крайней мере она не промахивается потому юниту которого ты выбираешь да круто что она мгновенная четыре юнита это маловато в принципе опять же никаких дебафов не накладывает что не очень круто и подавляет супер армор но это тоже как бы круто довольно это почти как дебаф ну типа и такое же есть например у этой цунады санин эра вот так вот но я ее обозревал тоже значит дальше стандартная атака черепа самраж чистый тай что плохо как бы а также оппонент юницу in the front row and he's a chance of causing high forward disability will always do critical hit то есть всегда критует но вопрос в том когда критует когда срабатывает high forward или же вообще то есть в любом случае то есть сто процентов критиков или что ну в общем непонятная какая-то атака always do critical hit chains of causing high forward disability will always do critical hit так это не ability это стандарт атак так вот дальше christmas 3 swing это в общем-то пассивка такая тайзюцу сакура стандарт атакс are replaced by her sum on at christmas 3 while it remains on the fight то есть если она уже на поле делим дэм и что за фронт ров and five комбо this cannot miss front row так фронт ров или что на and suppressing super armor until the end of the round this also causes high forward ну то есть если есть дерево то она каждый ход может долбить этим деревом или по два раза долбить то есть стандартная атака у нее одного бьет а белка у нее если дерево есть то бьет двоих то есть четырех четверых это же супресит арма но прикол в том что как бы дерево вопрос в том что дерево она насколько прочная насколько я понял у дерева есть короче этот супер арма то есть дерево нельзя опрокинуть никак ну то есть на него компани действуют при этом также она довольно неплохое здоровье имеет но проблема опять же в том что она только одно то есть если бы их много спаунилась это было бы мне кажется получше дисал сукаузы sky ford значит то есть если есть дерево на поле то она им бьет если же нет она использует вот эту атаку но вот эту атаку кстати не знаю как ее вообще получить эту атаку так вот через санда таксеры пульс от юнит каузы с кнопка он и мобайл н-10 комбо это тоже чистый тайфу срмор your mystery skill cooling time will be reduced by one round то есть чиз с мобайлом и 10 комбо это хороший чиз и еще и уменьшает то есть очень хороший чиз без этого чиза christmas present я не советую вообще сакуру использовать и дальше christmas dance summon a christmas tree at the start of a battle and decrease is up to four enemy mail units defense and resistance by 30 процентов for five to turn то есть создает нам на четырех юнитом ну не знаю если честно то есть на четырех юнитов случайных то есть наклонов действует или же только на их на ниндзя если на ниндзя то это то есть entire line up то есть надо было написать entire line up а так только на четырех на 30 процентов defense and resistance уменьшает это прикольно в принципе сам once a christmas 3 временный дебаф вот это вот неплохо кстати это что-то новенькое на самом-то деле то есть у нас были временные бафы но временных дебафов пока что еще не было так что это довольно уникально и типа создают дерево чтобы не пришлось вызывать то есть как бы мы потом только если что вызываем дерево если вы не убили а вначале мы ничего не трогаем ничего не делать так вот как вы видите она выглядит значит смотрим я как вы видите ее самого первого уровня взял без всякой прокачки как вы видите health growth 1206 а так род 815 ниндзюцу как вы видите очень маленькая на самом-то деле это сакура она не похожа на другие сакуры то есть как бы только за это ее уже можно купить значит 626 626 вот давайте сравним с этой так а у этой атака маленькая ниндзюцу большое значит смотрим 1600 а тут 1200 но на самом-то деле довольно большого нее здоровья 856 626 тоже такая средненькая но хотя бы хотя бы у нее атака большая потому что собственно суть в том что у неё же как раз она такая тайдзюс ушная товарищ то есть она через тайдзюцу атакует постоянно поэтому ей нужно тайдзюцу ну и хп в принципе тоже относительно нужно ну и давайте же посмотрим а еще упомянем как и все остальные сакуры она женщина что несомненно преимущество в нашем мире и она с конохи конохалка проклятая но они все проклятые коноховцы вы же понимаете у вас как бы у этих кого там у акацук это собирающихся поработить мир северных русских акацук у них короче они только и думают о своих рашен шурикенах и короче очень презирают всех коноховцам так ну давайте значит проблема в том что мы стандартную атаку сакуры наверное не увидим вот кстати двое видите это просто жесть то есть когда их двое получается у нас два дерева но деревья как вы видите 4200 они довольно крепкие как вообще деревья могут 6000 есть 6008 а там чис произошел и давайте же посмотрим когда у него пилка собственно вот как вы видите у него чисто работал вот такая вот у вам но это она все деревом а этого нам не нужно так ну в принципе вы увидели как она че сделаете деревом бьет теперь давайте сделаем кое-что другое вот как вы видите кстати дерево бомбардирует но я не понял только это чё дерево бомбардирует сакуры или же этой карины вообще у карины мне кажется карина даже чем-то посильнее сакуры будет у нее конечно чиза с и мобайлом нет но в остальном она имеет определенные преимущества значит давайте разместим вот так так давай сколько она будет лагать пошел нахуй давай не лагай кусок говна так но вроде бы мы от этого ничего не потеряем я просто показал как они вместе работают теперь значит суть в том чтобы позволить уничтожить дерево вот как вы видите в первом же раунде уже у нас перезарядилась крис мастерий потому что этот чиз ее перезаряжать его и мы не применяем опилок потому что вы видели уже как работает опилка если не видели то повторите я хочу увидеть как ее обычно атака без дерева работает или в арену идти нет варенье там ее раньше убьют чем дерево убьют давайте же убейте это долбанное дерево ох сложно сложно нам Так. Давайте убейте дерево, я хочу увидеть её атаку. Или она его снова запаунит. Блин, что за дерево живучее такое? Его какаши не могут убить. Во, наконец-то. Теперь посмотрим, что будет в следующем раунде. Во! Правда крит. Смотрите, критсы осуществляет по-любому. А теперь должна вызвать дерево, да? 4100. Ну, то есть где-то 75-80% от хп самой Сакуры. И как вы, наверное, заметили, типа, дерево вроде бы по нему прокомбиться нельзя. То есть дерево довольно-таки опасное. Ну, в общем-то, вот такой вот ниндзя, как вы видите, Сакура. Не то, чтобы типа она плохая, но дело в том, что как бы обозревать её слишком много не нужно. Я вот показал всё, что у неё типа есть. Я вам открыл всё её нутро, так скажем. В принципе, прикольно. Вот когда, я не знаю, в этом году, наверное, уже не выпустят. То есть выпустят третьего ниндзя из этой же подборки. Насколько я знаю, там все деревья, они типа друг с другом компятся. То есть они похожи. И то есть получается, что будет такая фигня, что попробуй ты эту команду одолей. То есть они постоянно спавнят свои деревья и получают от них бонусы. Ужас. Ну и, конечно же, стиль мне понравился. Ну, в принципе, на самом-то деле дебильный стиль. Слушайте, эта игра, она уже отходит от Наруто, понимаете? То есть она начала жить своей жизнью. То есть какие-то дебильные шуточки про этот, про Рождество начинают сюда пихать в неё. То есть вот эти вот шапки дебильные, вот эти вот, в смысле, деревьями драться. Какое это, вот понимаете, это разрушает. С одной стороны, да, это новогоднее настроение, возможно, какое-то даёт. Но мне кажется, оно не даёт новогоднего настроения всё-таки. Новогоднее настроение создаёт у меня лично Майнкрафт. То есть потому что почему-то у меня с Новым годом Майнкрафт ассоциируется. Ну, по крайней мере, последние лет пять или шесть. Но на Новый год мы, короче, собираемся, чтобы поиграть в Майнкрафт. Записываем новый летсплей. И так до лета, то есть до этого. До весны, скажем так. С Нового года до весны мы играем в Майнкрафт. Это такая традиция. Так вот, в чём прикол? Что, как бы, вот это вот, какие-то шуточки про вот этот Новый год. И, типа, взяли, типа, надругались над Сакурой и Кариной. Сделали из них каких-то, короче, Санта-Клаусов, которые, типа, чё-то фигачат. Ну, в принципе, это так, поразвлекаться чисто. Ну, они, мне кажется, могли бы добавить какой-то режим. И там бы их использовать. То есть, как бы, понимаете, если ты летом там... Ну, к счастью, они не настолько мощные. То есть, вот Сакура, она, в принципе, интересный ниндзя. Можно ею поиграть. Ну, не топовые команды. То есть, совершенно не топовые. То есть, скорее всего, летом потом. То есть, все поиспытывают этих ниндзя. И потом, короче, их забросят. Потому что они, типа, не самые мощные. Но, типа, представьте, если бы они были ещё и мощными. То есть, представьте, если бы они выпустили не чисто вот таких вот коллекционных, которых только идиот будет использовать в бою. А каких-то суперкрутых ниндзя. Вот таких вот. И то есть, ты летом будешь встречать команды с этими ниндзя. Представьте. То есть, это вообще какая-то жопа, если честно. То есть, ну, представь. Ты пришёл играть Наруто летом. 40 градусов жары за окном. Заходишь, а там, короче, 3 Санта Клауса деревья спавнят. И подарки тебе дарят. Это на самом-то деле довольно, довольно сомнительное мероприятие, я считаю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Вот так вот выглядит Сакурин этот скин. Кстати, прикольный очень скин. Мне нравится. И на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.